С 15 по 17 марта по всей стране пройдут выборы президента Российской Федерации. Это значимое событие для всех россиян. Всего голосование будет проходить в течение трех дней. Сейчас территориальная избирательная комиссия уже начала подготовку и приняла постановление о графике работы. Напомним, что к выборам также основательно начали подготовку общественные наблюдатели муниципалитета. Общественный наблюдатель следит за тем, чтобы выборы прошли без нарушений от начала до конца, включая этап подсчета голосов. Им вправе стать гражданин России от 18 лет и старше, обладающий активным избирательным правом. Это может быть представитель практически любой сферы деятельности, например, медик, спортсмен, педагог, работник НКО, СМИ, предприятия, студенты и другие. В роли общественного наблюдателя я нахожусь более пяти лет. Общественные наблюдатели в основном это люди, имеющие активную гражданскую позицию, к которым я себя и отношу. В период с 15 по 17 марта 2024 года пройдут выборы президента России. И я хотела бы внести свою лепту в качестве общественного наблюдателя на этих выборах, чтобы процесс голосования был открытым, гласным и легитимным. Налия Штибекова уточнила, что в работе общественного наблюдателя очень важно пройти обучение всех норм проведения выборов, так как в них постоянно вносятся различные изменения. Учитель родного языка школы номер один города Каспийска Марина Джафарова делится о том, как проходит обучение каждого наблюдателя перед началом выборов. Была на лекциях, разбирали вопросы, как решать возможные проблемы во время голосования. Ты понимаешь, по какой системе проходят выборы? Я узнала, кто может находиться на избирательном участке на совершенно законном основании. Узнала о функциях наблюдателя, как проходит подсчет голосов. Получила огромное количество нужной информации и большое удовольствие. Основная обязанность наблюдателей – это следить за выдачей бюллетеней по счетам имен, вынесенных в списке избирателей, выданных бюллетеней, самих голосов, составлением протокола об итогах голосования и других документов, а также обращаться к председателю участковой комиссии с предложениями и замечаниями по организации голосования и многое другое.